Это было в начале 60-х. Академик Виктор Глушков уже изобрел свой мир, машину для инженерных расчетов, которую теперь считают предшественником персональных компьютеров. И теперь отчаянно боролся за новую идею. Он всеми силами пытался внедрить ОГАЗ, общегосударственную автоматизированную систему планирования и управления народным хозяйством. Ее эскизный проект ученый представил в 1964 году. Суть ОГАЗ состояла в том, чтобы во всех регионах страны были созданы компьютерные центры сбора данных, информация от которых поступала бы в единый общегосударственный центр. Глушков хорошо разбирался в вопросах экономики. Академик выдвинул теорию информационных барьеров, согласно которой человечество пережило два кризиса управления, последний из которых наступил в 20 веке. Глушков говорил, «Отныне только без машинных усилий для управления мало. Первый информационный барьер человечество смогло преодолеть, потому что изобрело товарно-денежные отношения и ступенчатую структуру управления. Перешагнуть через второй порог позволит государственная автоматизированная система управления. Тогда мы будем легко охватывать единым взглядом всю экономику». Впрочем, его слова советскому правительству показались малоубедительными, а проект внедрения киберсетей фантастичным и неоправданно затратным. Он был отклонен. ОГАЗ вспомнили, когда в ЦК КПСС и Совете Министров СССР появилась информация о том, что американцы сделали свой эскизный проект информационной сети. Это произошло через два года после презентации ОГАЗ. Только за океаном не спорили, а сразу приступили к реализации. В итоге на 1969 год у них был запланирован пуск сетей, объединяющих ЭВМ в разных городах Соединенных Штатов. Очередное заседание Политбюро по вопросу автоматизированной системы управления народным хозяйством вел Суслов. Обсуждение было горячим. Министр финансов Гарбузов рассказал о том, как ездил в Минск на осмотр птицеферм. И на одной из них птичницы сами разработали вычислительную машину. Глушков записал тот рассказ товарища Гарбузова. Машина включает музыку, когда курица снесла яйцо. Свет выключает и все такое прочее. На ферме яйценосность повысилась. Вот что нам надо делать. Сначала все птицеферма в Советском Союзе автоматизировать, а потом уже думать про всякие глупости вроде общегосударственной системы. Тут я громко засмеялся, написал Глушков. А он мне погрозил пальцем и сказал, вы, Глушков, не смеетесь. Здесь о серьезных вещах говорят. Я обратился к Суслову. Михаил Андреевич, если мы сейчас этого не сделаем, то во второй половине 70-х годов советская экономика столкнется с такими трудностями, что все равно к этому вопросу придется вернуться. Но с моим мнением не посчиталось. Слова Глушкова оказались пророческими. В 70-е для нашей экономики действительно наступили тяжелые времена. Казалось бы, пришло время, о газ. Но нет. И тогда академик Глушков решил развернуть компанию в поддержку своего проекта в газете «Правда». 11 января 1982 года он надиктовал дочери рассказ о своих трудах и хождениях по мукам. Это было в реанимационной палате. Испытывающий адскую боль, он все еще надеялся сплести в СССР информационную паутину. 30 января 1982 года академик Глушков ушел из жизни. Советский интернет так и не стал реальностью. Продолжение следует...